Меня зовут Анна Федосова, я мама девушки, уже 20-летней. Добрый день, Елена. Мама девушки 20-летней, которая пользовалась и пользуется альтернативной коммуникацией. У Леони сейчас 20 лет, соответственно, она закончила школу. И сегодня я хотела бы поделиться нашими своим опытом и нашими какими-то наработками, идеями с вами о том, как мы готовились к урокам в школе. И в качестве такого мастер-класса попробуем почитать один текст и подготовиться к уроку по истории. Может быть, кто-то из участников это делал, но попробуем с вами в таком формате. Плюс еще к тому я буду рассказывать про наш инструмент, с помощью которого мы строили коммуникацию в школе на уроках. Так как мы узнали про у дочки наши множественные, тяжелые множественные нарушения развития, у нее есть проблемы с двигательными. У нас стоит церебральный паралич атония, то есть у нее всегда был очень низкий мышечный тонус. У нас проблемы со зрением, точнее альтернирующее косоглазие. Всегда долгое время было, сейчас оно периодически проявляется. Соответственно, она не говорила. С детства был очень низкий мышечный тонус, что она могла кушать только из бутылки с четырьмя дырками. Потому что, ну, как сказать, была очень слаба. То есть она ела, уставала и спала. Ну, соответственно, никто не ждет, что родится ребенок с какими-то особенностями. А когда так получается, то, конечно, поначалу не знаешь, как себя вести. Но потом мы приняли решение, что будем вести себя как просто с новорожденным ребенком, разговаривать, читать стихи и все остальное. И в год и четыре месяца, ну, такую небольшую предысторию расскажу, как мы вообще с АДК познакомились. В год и четыре месяца мы попали в институт раннего вмешательства. Точнее, я позвонила, когда ей было четыре месяца, но мне сказали, мама, нужно подождать. Мы понимаем, что вам кажется, что не так, что-то не так с вашим ребенком. Но давайте. И ровно через год я позвонила и говорю, давайте все-таки мы посмотрим, что так или нет. Вот. И нас взяли туда на занятия. И у нас такой организовался родительский клуб, где были дети с проблемами и без каких-либо нарушений. И вот там мы познакомились с АДК. К нам приезжали специалисты, которые сопровождали специалистов института раннего вмешательства. Это были люди из Великобритании, из Германии. И они на своих таких лекциях для родителей рассказывали, что можно общаться с ребенком карточками, картинками, каким-то таким способом. И, конечно, это все было не очень понятно, как, зачем, что. Но в какой-то момент, когда Уле было два года, мы поняли, что головушка ее совершенно соображает, работает как бы, как сказать, да? Многое ей понятно. И тогда вот мы как раз к трём годам, когда заканчивали первый университет, и я и она, первый институт раннего вмешательства, как раз на тот момент появился диск с картинками, с базой символов, которые нам предложили, что мы с помощью этих символов можем сделать с ней такую коммуникативную книжку. Мы, конечно, от этого не отказались. И у нас появилась первая книжка наша, она до сих пор у нас жива. Вот тут у нас такой альбомчик, который я сделала. Но он мне дался с большим трудом, поскольку я поняла, что я ничего не знаю про своего ребёнка, поскольку он молчит и не говорит ничего, да? Я не знаю, что она любит, что она любит там есть и пить. В основном это всё мы как родители ей предоставляли, да? И вот как раз, когда эта книжка составлялась, ну, ещё раз хочу сказать, что мне было это сложно, и как-то я поняла, что не знаем ребёнка своего, и тут надо было подумать, как-то её проанализировать. И картинки делали, как сказать, на будущее. И в этом была некоторая ошибка, потому что, ну, как бы, на тот момент это можно было печатать только в типографии. Соответственно, ну, как-то хотелось делать всё больше, больше, больше. И тем не менее, эту книжку мы просто рассматривали как в качестве картинки, но она у нас сработала там в двух случаях. Во-первых, мы выяснили, что сок из всего того, что я добавила, там, типа, какой-то виноградный, апельсиновый, грушевый. В общем, сок оказался томатным. И одна картинка, фонарик, это было вот прям попадание, потому что она с этой книжкой ходила и показывала деду. То есть у них такая коммуникация с дедом сложилась, что она знала, что он может её чем-нибудь удивить. Вот. Ну, это такое наше первое знакомство. А потом, когда, сейчас я постараюсь долго не задерживать, перейти уже к школьным годам. И в какой-то момент, когда мы понимали, что головушка тоже работает, я, ну, так, некоторым образом посердилась на неё, когда за столом она вытянула руку, и ничего не понятно, что она хочет. И я ей говорю, ты хочешь чай или компот, скажи мне, пожалуйста. И тут она стала выбирать, вот, ну, выбрала и получила компот. Да, и мы таким образом вышли на такую коммуникацию с помощью кулаков. Мы обозначали разные сущности, и Ульяна могла выбирать, гулять или оставаться дома, рисовать мелками или там красками, да. И в какой-то момент, когда мы пришли в кафе, там, ну, тот же самый сок, он, коктейль молочный оказался в ассортименте, и тут мы достали пальцы свои, да. То есть я ей говорю, давай, там, шоколадный, ванильный, клубничный, и она стала выбирать, какой она, какой она хочет. И через некоторое время она говорила, а можно из четырёх? Я говорю, ну, давай из четырёх, а можно из пяти, как в том мультике про шапки. Можешь шить, да, две, а восемь можешь, могу. Но тут уже я стала путаться, потому что, я говорю, подожди, я ещё раз назову, потому что я не помню уже, как называются сущности, которые мы с тобой обозначили. Но и вместе с этим через какое-то время она мне стала приносить свой палец, ну, как показывать свой палец, типа, мам, я выбираю вот это. Я говорю, о, отлично, прекрасный выбор, только давайте перерешим, что же ты всё-таки выбираешь. Ну, и вот у нас такое с ней простроилось взаимоотношение. Ну, то есть вот этот выбор на кулаках, какие-то картинки. И так как дело это происходило всё в далёкие годы, так скажем, да, в 2011 она у нас пошла в школу, значит, это где-то 3, 4, 5, 6, в 2006-7 году мы получили, вот нам предложили сделать эту книжку коммуникативную. И плюс тогда в институте раннего вмешательства появилось это GoTalk на 9 кнопок. И всё происходило так, что мне как бы предлагали, не хотите попробовать с этим девайсом. И дальше я уже придумывала, как мне это применить в Ульянину сторону, что мы можем с этим делать. И, конечно, первый раз у нас выбор на кулаках, мы ходили на двигательные занятия, и, соответственно, мы стали туда записывать в этот GoTalk. Ну, я думаю, что знаете, да, как он выглядит, в принципе. Мы стали записывать в этот GoTalk те задания, те такие пункты, куда она могла сходить и выполнить физическое задание, которое предусматривалось. Например, там Белка, Собака, Кошка, так назывались эти пункты, через которые нужно было пройти на двигательном занятии. И плюс была одна кнопка для круга у нас, была кнопка, что ты делал в предыдущую неделю, потому что начиналось всё с круга, и ребята рассказывали о том, как они проводили неделю. Все были говорящие, кроме Ульяны. Поэтому мы с ней договаривались, писали туда какие-то там, ходили в театр, ещё что-то. Ну, она очень любит плавать, и мы на тот момент ходили в бассейн, поэтому у нас там, ну, вот, я записывала ей кнопку, показывала. Ну, мы с ней просматривали всю эту таблицу, и она, проговаривая, нажимала на кнопку в кругу, что она плавала в бассейне. Это было для неё очень важно, и как бы вот ей хотелось об этом рассказать, и она была таким же участником, ну, на равных с другими ребятами говорящими. Вот, и потом было понятно специалистам и другим ребятам, кто сейчас будет там белкой ползти по скамейке. Вот, и, в общем-то, ну, такая тоже успешная история в этом смысле была. Конечно, когда у нас это всё появилось, дальше уже мы растём, и нужно пойти в школу. И нужно пойти в школу, и здесь у нас, конечно, были большие тревоги, потому что, во-первых, нас жалели, так как мы, типа, как жаль, что у вас девочка не говорит, бедные вы люди, но мы как бы не считали, что мы бедные в каком-то плане, потому что у нас есть ребёнок, и он развивается, да, как-то по-другому, но мы нашли с ним взаимодействие, и нас вполне себе ощущаем его как, ну, ну, такого маленького человека, который растёт и как-то тоже развивается. Вот, и, конечно, когда хотелось найти школу, где что-нибудь бы знали про альтернативную дополнительную коммуникацию, в нашем районе школа, куда нас отправили после комиссии, мне она не очень понравилась, ну, просто потому что там на комиссии говорили одно, какие условия этой школы, когда ты приходишь и смотришь, то там получается несколько иная ситуация, то есть нет там какого-то специального человека, ну, тьютера, или кто может сопровождать ребёнка, там, допустим, у неё двигательные проблемы, она тогда ещё не очень хорошо ходила, а столовая на первом этаже, ну, такие мелкие проблемы, и плюс к тому мне удалось пройтись по классам, и я видела, что ребята даже в старших классах, перед ними на столах лежат счётные палочки и пирамидки, а это для Ульяны было как просто красная тряпка, она никогда не могла собрать пирамиду в правильном порядке, и на счётных палках вообще ничего не получалось, и, соответственно, какие-то моменты, когда ты там ходишь из кабинета в кабинет, тебя проверяют, можно ли тебе вообще где-то учиться, она опять видит эти палки, и это всё летит в специалистов, потому что, ну, тут у неё заканчиваются силы, никак она себя показать не может. Ну, и, соответственно, там, как бы эта комиссия нас отправила в центральную, сказала, раз вы не хотите в нашу школу идти, идите всё сначала проходите. Вот, и это было безумно, конечно, стрессово, и когда мы пришли к психиатру, он долго рассказывал, что я должна её поить какими-то таблетками, потому что ребёнок ваш там, ну, не готов он, короче, ни к жизни, ни к школе тем более. Я говорю, давайте мы её попробуем, ну, на тот момент ей, по-моему, 7 лет было. Я говорю, вы знаете, это, конечно, хорошо, что вы спрашиваете, где у ёжика глазки или там у куклы, которая у вас в кабинете находится, но, может быть, вы с ней поговорите, как с человеком, которому 7 лет исполнилось. Ну, как бы вот, безотносительно того, говорит она или нет. Просто, и меня тогда выставили за дверь, сказали, мам, выходите. И когда я уже вернулась, меня пригласили обратно, то психиатр это сказала, а вы знаете, нет, действительно, мы с ней тут про погоду, там, про природу, о чём-то ещё смогли договориться. У неё не было при этом средств, так сказать, не было ни гоутока, ни какого-то планшета, но, тем не менее, она там смогла договориться. И, в общем, психиатр на неё другими глазами посмотрел. Когда уже мы на финальную встречу пришли, то председатель этой комиссии сказала, вы, пожалуйста, не волнуйтесь, потому что я привела и мужа, и доску уже принесла, и быстро написала, нарисовала туда какие-то слова, чтобы она могла общаться. И нам сказали, хорошо, вы, в общем, даём вам место в последнем вагоне. Восьмой вид, второй тип. Я думаю, что знакомы такие определения учебного маршрута. Ну и, соответственно, дальше мы уже искали школу, и мы такую нашли, нам посоветовали обратиться в школу, в которой были доски GoTalk, и какое-то время специалисты там даже работали с ними. Но на момент, когда мы пришли, тех детей, с которыми они работали, уже они не обучались, и нас взяли на дистанционное обучение. То есть в школе есть очные классы, куда набираются дети, ну, как бы там классы формируются, да, и есть ещё вот такое дистанционное домашнее обучение, суть которого состояла в том, что ты три или два дня приезжаешь в школу на уроки, а остальные дни ты учишься по скайпу. Ну, нас обеспечили оборудованием, которое нужно для... Вот, и... Но в этой школе всё-таки учились больше ребята, которые именно с двигательными нарушениями, но с охранным интеллектом и, ну, шестого вида, так сказать, обучения, обновлена школьная программа. Вот, и... Но, как сказать, повстречаться с теми педагогами, которые уже работали с этими досками, нам не довелось, потому что нам предложили... Ну, Ульяна попала к учительнице, которая только закончила педагогический институт, и вот, в общем, она видит такую нашу неговорящую девочку, которая там в семь или восемь лет выглядит, лет на пять-шесть не больше, не говорит, и, соответственно, нам надо было как-то научаться вместе и рассказывать педагогу о том, какую обратную связь она может давать в настоящий момент с помощью наших девайсов, которые у нас есть, и плюс, как нам её учить учиться, потому что всё-таки это, ну, так сказать, свободная жизнь, она в садик у нас не ходила, всё равно накладывает свой отпечаток, когда ты должен там какое-то время на уроке просидеть, эти 35 минут высидеть. Поэтому мы придумали разные сущности, которые помогали бы Ульяне находиться на уроке. Сейчас я вот запущу презентацию, дальше буду рассказывать. Так, демонстрация экрана. И вот это наша презентация. Да, если у вас будут возникать по ходу какие-то вопросы, вы, пожалуйста, задавайте, можно прямо голосом. Подскажите, видно ли сейчас, что я показываю? Да. Спасибо. Хорошо видно презентацию, которая... Всё отлично. Спасибо большое. Всё отлично. Спасибо. Ну, тут сейчас ещё раз некоторые, да, не скажешь, не поймут, и проблема заключается в том, что нельзя оценить в нейронное развитие знаний, если ребёнок не говорит. И, соответственно, формально изначально занижена оценка интеллекта. Ну, вот решение мы в наших средствах альтернативной коммуникации, как бы только мы на него опирались, то есть возможность оценить интеллект, проверить слух и зрение, потому что у нас это тоже, как бы, моменты такие проблемные были в её развитии, и мы проверяли зрение. Когда она показывала только жестами, это не засчитывали нам. А когда уже я на доску сделала в доску вкладку, я озвучила картинки, которые там будет она видеть, и когда она нажимала на эти картинки, то есть они звучали, и тогда как бы нам зачли то, то, что, да, косоглазни у нас есть, но у нас оба глаза как бы видят одинаково хорошо. Соответственно, вот использовали мы на ответах на уроках. Так, мы уже сказали. Вот тут, да, доска к доске. Здравствуй, школа, как я говорю, поскольку говорила она тогда доской. Вот, но такого какого-то базового словаря у нас не было, как сейчас, да, принято это такое понятие, и мы вообще такую, так сказать, тотальную коммуникацию использовали, то есть это и выбор, и какие-то жесты, которые она показывала. Кстати говоря, немножко отступлю, она очень любила мультики, и мы ей придумали жест, папа ей придумал жест, вот так вот пальцами показывать. Это означало мультики, и она его вообще сразу взяла, и всегда, когда она точно знала, когда она хочет смотреть, показывала нам этот жест. Ну и, значит, что к уроку в школе на коммуникативном устройстве можно наготовить серию картинок с ответами по темам урока. Ну, вроде теста, показывает реальный уровень знания ребенка. И он сам выбирает ответ на вопрос, нажимает на картинку, чтобы та прозвучала, и таким образом произносит слово. Так как мы получили сразу говорящие это устройство, ну, в смысле того, что я могла записать своим голосом, озвучивать нужные мне картинки, мне эта очень история нравилась, поскольку Ульяна, нажимая на кнопки, участвуя где-то, она могла постоянно слышать то, что она говорит. И через какое-то время это... Ну, через какое-то время, так немножко вперед забегу, она начала забирать эти слова себе, и она начала разговаривать. Ну, это было намного позже, там после где-то пятого класса это у нас пришло. Но тем не менее, вот. И я к тому, что история там листов, да, когда озвучивает кто-то другой, и вот озвучание картинки, ну, озвучание, когда ты нажимаешь на кнопку, тут еще вот это срабатывает слуховое восприятие, которое тоже сформирует, ну, образ слова, что ли, так, если можно, да, сказать. Вот, сейчас я вам покажу. Ну, Гоуток мы используем на 9. Вот первая наша такая вкладочка, вот мы сделали по поводу того, что она участвовала на занятиях вот по двигательной терапии. То есть я для себя на тот момент решила, что мне, я понимаю, какие слова я должна включить в эту доску для того, чтобы она смогла участвовать на занятиях. То есть мне тогда было не очень понятно, как это в ежедневной жизни, потому что мы обходились какими-то другими способами. А вот это звучание на занятиях, ну, так вот у меня сформировалось. И нам давали иногда диск в институте, чтобы мы могли с него как бы скачать эти картинки. Просто я там в файл бордовский их накидывала себе для того, чтобы потом использовать. Просто этот диск для бордмейкера, с библиотекой символов, для разных коммуникативных досок, он, ну, стоил очень дорого, 300 долларов, по-моему. И он работал только если оригинальный диск, то есть его никак нельзя было умыкнуть, так сказать, для пользования. Поэтому мы какие-то картинки вот скачивали себе, ну, сами делали этот банк данных, потому что сейчас уже, как вы знаете, эти символы можно найти, они достаточно доступны. И вот Арсак, который Каритос рекомендует, и Пиктоселектор, опять же, про это тоже мы поговорим. Конечно, когда мы пошли в школу, то такой момент общий сейчас скажу, что когда мы идем в школу, то есть мы все-таки должны рассказать, какими символами, какую систему коммуникации мы уже простроили. и это был мой, как бы, ну, ты там идешь и какие-то вопросы, да, для учителей, для себя записываешь. И когда мы там вот в одной из школ бывали, нам сказали, что это, ну, то есть мне было важно, чтобы вот эта обратная связь показать, что мы можем дать обратную связь учителю на уроках. И, конечно, хорошо, когда, допустим, сейчас уже в школах используются символы, и когда ваши символы совпадают со теми, которые используются в школе, просто потому что, ну, как бы, ребенок тогда может быть понятен и другим ребятам, да, потому что все используют одну и ту же библиотеку, вот. И, то есть можно взаимодействовать со многими людьми вокруг, вот. И, конечно, очень хорошая история при походе, при входе в школу, да, это такой коммуникативный паспорт ребенка, который принадлежит там только ему, и где вы рассказываете о том, о его особенностях коммуникации, особенностях каких-то двигательных или других, пищевые какие-то предпочтения или какие-то сложности описываются от имени ребенка. Я хотела бы к этому, как бы, такой коммуникативный паспорт. Я написала, зная о нем, выпускаясь из Института раннего вмешательства, я написала его только, по-моему, в классе в девятом, когда Ульяна была, или в восьмом, когда она поехала в лагерь. Но об этом я хочу там в конце рассказать и показать вам, какой паспорт у нас получился. Вот, и сейчас немножко... Но я думаю, что это очень важная вещь, когда вы с ребенком заходите в школу, то есть, да, чтобы как можно больше людей могли это прочитать и знать, как выстраивать свое отношение, свою коммуникацию и вообще строить какие-то, да, с ребенком, ну, не только занятия, и просто общение свободное. Плюс еще хотела поделиться тем, что у нас есть знакомая семья многодетная, и у них младшая дочка с достаточно тяжелыми двигательными нарушениями. И, ну, они как бы делали упор на то, чтобы она ходила и как бы в эту сторону направили свою, не рассматривая вот альтернативную коммуникацию, как возможность ее общения в семье и как бы и в более широком круге. Но когда они пошли в школу, вот они собираются идти в школу, и мама говорит, я хочу, чтобы она ходила в обыкновенную школу. И тогда я говорю, это очень прекрасно, что ты ходишь. Конечно, в этой школе были все шокированы, я говорю, тогда нужно немножко потрудиться и рассказать, вот создав этот коммуникативный паспорт, какую-то написав историю про ребенка, чтобы она была понятна для учителей, которые будут с ней заниматься. Потому что, конечно, для людей, которые встречаются первый раз с достаточно, ну, причем головушка тоже там сохранная у девочки, но тем не менее. То есть вот это очень важный момент, который должен быть продуман, когда мы идем куда-то, ну, в том числе в школу. И еще я хотела бы сказать, что прежде чем, когда мы попадаем в школу, стоит, конечно, подумать и о том, и в этом паспорте стоит указать какие-то, все, что связано со зрением и с позиционированием ребенка. Потому что понятно, что когда ты сидишь в неудобной позе, ты ни в какую коммуникацию, и высадить урок, и что-то еще делать на этом уроке ты не можешь. Поэтому вот очень важны такие штуки. Не забывать про это. Поза, средства коммуникации, да, и вот это вот рассказать, поделиться тем, что сейчас у вас есть. Такую этапу. И, значит, как мы идем дальше. Я сегодня буду показывать и видео. Вот когда, сейчас так, скажу так. Вы видели там картинку, где у нас все красиво отпечатано. Вот, но это когда у нас был папа дома и цветной принтер появился у нас уже позже. И тогда папа нам это все там создавал. Но когда мне надо было что-то очень быстро нарисовать, я делала это самостоятельно. И здесь вы видите нашу вкладку для урока математики, где я просто нарисовала те, как бы, сущности, которые нужны, ну, так сказать... Простите, пожалуйста. Ну, в общем, тот круг математических, так сказать, понятий, которые на тот момент учитель обсуждал с Ульяной. И, конечно, вот это очень важна связка учитель, родитель и человек, который учится. Вот, потому что иногда учитель очень... Ну, то есть ему просто сказать, что он хотел бы, да, а родитель может это как-то воплотить и сказать, как это работает у нас, чтобы, например, Ульяна могла участвовать на уроке. Соответственно, здесь вот... Думаю, что вы знаете, что в первом ряду в гоутоках это обычно кнопки, которые... Ну, такие быстрые кнопки, как мы их называем, да, чтобы там можно было попросить о помощи, сказать, что хочет в туалет, хочу или не хочу. И они как бы сохраняются, а дальше уже, ну, тут цифровой ряд, который, да, 1, 2, 3, 4, 5, он так выделен у нас некоторыми точечками. Мы такую систему применяли. Обучение по математике TouchMath, это такая американская система, типа касание, вот, соотнесение количества и самой цифры. Вот, поэтому они у меня так нарисованы. Обратите внимание на там, где подчеркнуто желтым цветом. Здесь, так как Улью надо было простраивать, ну, помогать ей учиться, учиться, мы, значит, помимо того, что ставили таймер на телефоне, если звенел уже, как бы, таймер, то это означало, если звенел, то это конец урока, если он еще не звенел, то мы еще занимаемся, чтобы она, как бы, так временно училась понимать. И здесь мы сделали такую, ну, как вот, как сказать, мини-такое расписание урока, что будет в этот урок ходить. То есть урок состоял всегда из пяти таких вот пунктов, да, задача на смекалку, сложение, геометрические фигуры, цифровой ряд, найди пару. И учитель наполняла эти, эти, как бы, пункты, да, какими-то заданиями. Вот. И здесь идея моя была в том, что с одной стороны учитель, учитель мог говорить, что сейчас мы там делаем задачи на сложение, потом следующее там найди пару, не выстраивая, а просто нажимая на эти кнопки, да, потом она предлагала там задачи на смекалку, но и с другой стороны Ульяна тоже могла выбирать, с чего она начнет урок, чтобы, ну, как бы, тоже очень полезная вещь, посмотреть, что легче, что сложнее, и вот это вот оставить, ну, вот этот выбор, который может, может она делать. И вот сейчас я хотела бы вам показать видео, которое, где мы используем именно вот эту, вот эту нашу вкладочку. Да, еще замечу, что она достаточно долго у нас, эта вкладка работала, потому что, ну, как сказать, это первый класс, никто там не бежит галопом, какие-то новые вводя понятия и термины, вот, поэтому она так у нас, ну, можно сказать, что это и коммуникативная таблица, и таблица участия, потому что тут даже есть у нас доброе утро, чтобы можно было поздороваться на уроке. Вот, так, сейчас я остановлю презентацию и включу видео. Так, дополнительно, мы будем открывать экраны, еще раз, и у нас, даже у нас, сейчас, одну секунду, вот так вот, сейчас видно, подскажите, появится или нет. А, да, делала витка, и мы с вами посмотрим, она весь, ой, извините, пожалуйста, это немножко не то, это у нас уже звездное небо, а нам надо не его. так, нам нужно открыть, я бы немножко сама с собой разговаривать, так, нам нужен, подробный ток холма. без которых она ничего не может сделать. демонстрация не включена. Ага, извините. кричь. Так, сейчас мы еще раз делаем, убираем, делаем вот так, делаем вот так, делаем память, демонстрация экрана, и поделиться. сейчас уже все пошло так. Да, спасибо. Демонстрация загадки. Слушай, меня, у царицы математики есть помощники, без которых она ничего не может сделать. Надо отгадать, о ком пойдет речь. На листочке, на страничке проживают умные книжки, хитроумные братишки. Десяти, но братья эти сосчитают все на свете. Что же это такое? Что нам помогает считать? Что такое ряда? Молодец, цифры. Нам помогает считать цифры. А вот о каких цифрах пойдет речь, тоже нужно отгадать. Кламку скорее по 3, а в 1, джин не скучает совсем. Сколько джин? Один. В обед, кламку скорее по 3, а в 1, джин не скучает совсем. Один. Чем украсим мультитрадь? Ну, конечно, цифрой 5. Молодец. Похоже, цифра на гусенка, длинным носом и с шеей тонкой. Что за цифра? 2. Молодец. Знают все ребята в мире, дважды 2 всегда 4. Молодец. Буква Z, дружок, смотри, точка, точку, цифра 3. Молодец. Вот такие избыточки у нас получились. Лежу пол. Круг. Еще есть? Треугольник. Сколько здесь треугольников? Сосчитай. Покажи мне на пальчик. Два треугольника? Смотри, один, два, овал, вот овал и вот овал. Смотри, еще какой большой треугольник. Большой, большой. А ножки? Это что за геометрические фигуры? Прямоугольник. Абсолютно верно. Твоя задача взять геометрические фигуры и сложить такого же человечка, жителя города из геометрических фигур. Ну, вот такое у нас получился урок. и когда Мария Николаевна первую загадку Ульяне задавала, и я думаю, боже мой, я же не написала, символ, не сделала, значит, не озвучила карточку цифр. У нас нет такой, что же делать? Но вы увидели, что Ульяна вполне себе выбрала цифровой ряд, тоже цифры расположенные в ряду и, в общем-то, ответила на на вопрос. Так, сейчас, одну секунду. Я вернусь на экран, сейчас открою еще. Спокойствие, только спокойствие. Там, откроюся. Ну, тут дальше тут еще у меня примеры наших математических математических вкладок тут опять видите что она такая симпатичная красивая здесь мы пользуемся символами библиотеки boardmaker вот здесь я опять рисую это самостоятельно мне кажется я очень долго все это показываю вот теперь значит ну вы поняли что уже я рисую сама и здесь окружающий мир хотел вам показать звездное небо они проходили идея у меня еще была такая что я не всегда ульяна не всегда видела что будет во вкладках для урока приготовлено потому что ну допустим мария николаевна мне сообщала что она хочет я делаю я не всегда ульяне показывала потому что как мы поняли она достаточно быстро сканирует и как-то это все видит и хотелось показать тоже ее ее работу когда как она как она все это читает воспринимает и отвечает на вопросы вот это к тому как человек ориентируется если даже он молчит вот и сейчас у меня опять видео давайте я тогда скажу эти штуки наши гоутоки и потом уже покажу вам звездное небо ну соответственно были еще уроки и вот одна из вкладок это был урок вежливости тут они изучали как приветствовать друг друга как они могли говорить и видите тут я что-то вырезаю что-то приклеиваю в общем каким-то образом компилирую создаю эту вкладку которая ульяна потом может сделать на уроке по поводу русского языка то у нас получилось почему-то одна только такая вкладочка на начальном этапе я делала ее вы видите что они здесь проходят где гласная там в начале середине в конце слова какие-то восклицания вопрос . как-то сказать восклицательной вопросительной интонации то есть вот это мы приготавливали и для нас было большое удивление что ульяна оказывается уже на момент ну там да когда с ней начали заниматься она знала все буквы и потом оказалось что она вообще поскольку были всегда подписаны символы в наших доске там да или на просто на книжечках то она у нас научилась читать по типу глобального чтения то есть на тот момент она маленькие слова уже могла разбирать такой побочный эффект так сказать приятный бонус о котором мы не знали и не не догадывались о том что она принципе это все забирает и визуально то есть вот как что вот и поэтому соответственно на уроках там русского языка они уже что там выкладывали какие-то слова по образцу что-то такое манипулятивное да такое было и здесь не надо было уже такой специальной вкладке рисовать достаточно было только вкладке такой где она могла попросить там что-то сообщить узнали ей помощь там поздороваться хочу в туалет сказать об этом вот то есть ну такой базовый так какие-то быстрые 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 слова которые она могла бы сказать вот и ну тут дальше как бы годы шли и тут мне многое понятно если я молчу мы играли с ней волшебный мешочек волшебный мешочек с шахматами и соответственно уже тут более старшие классы когда по окружающему миру такие там понятия у нас родственники живут в литве и поэтому здесь у нас так про две стороны такой небольшой рассказ там где водится это тоже вот но и так быстро нарисовано и приклеено я сейчас посмотрю на время посмотрю ну давайте все таки я покажу вам видео с вкладкой где звездное небо потому что там тоже видно что что ульяна использует как как это происходит буквально что ты сделал сейчас посмотрим это появилось да я вижу что Здравствуйте. Как моряки плавали в море? Смотрели на звезды, на льду, на солнце и на облака. Где есть слоистые звезды, надо плыть туда. Там есть земля. Какие они еще облака? Как они называются? Слоя. Слоистые облака. Слоистые облака. Что еще? Облака. А что мы можем увидеть ночью? Красная звезда. Звезды. А еще? Луна. А назови мне, пожалуйста, самая холодная звезда. Какая звезда? Красная звезда. А красная звезда. Красная звезда. А еще? Желтая звезда. Смотрели. Голубая и какая еще? Желтая звезда. Голубая и белая звезда. Белая, самая горячая. А теплые звезды? Какого цвета? Желтая звезда. А какая звезда находится к нам? Ближе всего? Назвай мне ее подложить. Как же так? Смотри. Вот она звезда. Ближе, ближе всех к нам. Солнце. Солнце. Мы можем увидеть солнце облака неровные. И облака у нас тоже бывают разные. Назови, пожалуйста, какие у нас смывают облака. Я тебе ее буду показывать. А ты мне скажи, как они у нас делаются. Смотри, пожалуйста. Смотри. Слайд я его назвал уже. Как называются такие облака? Ближе облака. Ближе облака, которые нам напоминают перышки. Топите и ниточки. Ближе облака. А облака, которые похожи на куски игуана. Ближе облака. Ближе облака. Человек. Еще мы с тобой сегодня встретились с телеской. Большой линфеев. Которая напоминает там ночь. Объединяя всем звезд, это созередание. Ну вот тут такая зарисовка с этим, и для меня было, вот я снимала это видео, да, и для меня было интересно, что Ульяна использует жест слоями, она никогда, ну, как бы, я первый раз увидела, что она как бы проассоциировала это таким жестом, как бы намазывая бутерброд, да, я так это считала, вот. И получилось, что она, вот, ну, я хочу сказать очень важную вещь, для меня самое важное в обучении не то, чтобы ребёнок выучил какое-то, что-то выучил, мне всегда кажется, что это просто, это очень хороший повод для разговора, живого разговора на какую-то заданную тему. То есть, да, когда, вот, допустим, там про звёзды и Луну, мы уже про это можем поговорить, там, нравится тебе это, не нравится, видела ты Луну, а давай посмотрим. То есть, помимо того, что это такой разговор, да, на какую-то тему, плюс ещё, мне очень нравится, когда всё взаимосвязано, то есть мы в том смысле, что, допустим, там Луну, потом мы там наблюдаем её где-то, а помнишь, ты говорила, там Луна, она там какая-то высоко, или вот это Солнце, которое там очень, самая близкая к нам звезда, а вот те какие-то, мы не видим даже их цвета, но они там холодные и горячие есть, и про это тоже, ну, про это мы беседовали и на уроке в том числе. Ну, дальше я хотела бы сказать, что у нас появился потом следующий ступень развития, нам предложили воспользоваться планшетом, это был такой небольшой формат, ну, наверное, вот такого формата небольшой планшет, и, конечно, к радости моей нам предложили программу JobTalk, про которую вот я сегодня тоже хотела бы говорить, в которой, это просто программа, это просто как бы чистый такой лист, куда вы можете заполнять, наполнять её своими словами, папками, распределять эти слова по папкам и вот использовать. И эту программу сделали родители, она бесплатна и доступна для скачивания, и, конечно, для меня это было облегчение, поскольку базы картинок, как я говорила, уже были не всегда доступны, то есть где-то надо было всегда доставать, и тут уже я несколько, так сказать, разгулялась, потому что здесь я могла брать картинки из интернета. Может, конечно, казаться, что это очень всё, много всего такое, да, такое разнообразие, но в этом случае я думаю, что здесь вот у нас урок тоже по окружающему миру, это насекомые были у нас, и вторая вкладка, это правила дорожного движения, вот, и, в общем-то, на тот момент у нас какой-то, ну, ещё раз скажу, базы картинок не было, которые мы использовали, поэтому я уже достаточно быстро готовилась к урокам, мне стоило ввести, допустим, там, комар, и мне предлагала, предлагала, Google предлагал картинки, я выбирала, какую бы я хотела поставить, вставляла, озвучивала, и у нас получалась готовая, ну, такая коммуникативная таблица, да, скажем, на планшете. И вот здесь ещё хочу обратить внимание, что, ну, как всегда говорят, что там дети, которые не разговаривают, что они там, ну, опять же, снижен интеллект у них очень, но здесь вот тут я специально для того, чтобы другие люди видели, что человек соображает, потому что ещё такая есть штука, что говорят, вы родители, вам кажется, что вы, ну, что ваш ребёнок там что-то это может. Ну, давайте хорошо тогда, сказала я, я вот так отступаю, сделаю плюс одну-две лишние картинки, которые, ну, дадут понять вам, что человек выбирает сознательно, да, какой-то ответ. Вот, и поэтому вот сюда вот там пешеходный переход, как его по-простому там называют, зебра, вот я жирафа ещё добавила, чтобы, ну, вот звучал рассказ о том, что человек ориентируется в этом. И, ну, не нужно заранее никаких, ну, как-то, каких-то ярлыков или чего-то ещё приклеивать, потому что мы ничего не знаем о другом человеке, и мы даём ему средства для того, чтобы себя выразить, как-то влиять на ситуацию, вообще показать. А когда уже люди видят, что тут, а, соображает, тогда уже, ну, такое некоторое другое отношение, и другое восприятие человека происходит, и, да, может быть, я там ещё попозже скажу про… Вот дальше уже появился у нас планшет более, ну, а четвёртый, ну, десятый такой, какой сейчас у нас есть такой, и здесь, опять же, это программа «Джопток», и видите, что у нас появляются здесь пиктографические, ну, пиктограммы, вот, и это рабочий стол, здесь я вот отразила те быстрые кнопки, которые хотелось бы, которые бы Ульяна использовала для того, чтобы быстро там сообщить о помощи, поздороваться и там сказать о себе. Мы в этот момент пришли в странник, такое частное образовательное учреждение у нас в Петербурге, и они там использовали, они делали такие тоже коммуникативные листы, и они использовали вот пиктографические, вот эти, пиктоселектор, вот, и, соответственно, значит, я тогда уже здесь, ну, более структурно, как вы видите, ну, в смысле, использовала вот эти графические символы, да, и вот, допустим, папка «Школа», про которую сейчас дальше буду рассказывать, она уже у нас отражала фотографию нашей реальной школы, как она выглядит, или, допустим, папка Ульяна, где про нее там рассказ небольшой, что она любит, не любит, ну, такого тоже в качестве коммуникативного такого паспорта, такого рассказа о себе. Так, сейчас, секунду. И вот на рабочем столе в папке «Школа» у нас уже появлялось вот здесь в маленьком есть расписание уроков, там, но мы ей как-то не очень особо пользовались, потому что оно у нас было выведено на лицах. Здесь папка «Монте-сори», «Математика», «Русский язык чтения», «Окружающий мир», «Загадки», потому что, как вы увидели, что очень часто учитель наш это использовал, изобразительное искусство и музыка. Дальше уже у нас в этих… здесь уже у нас более не начальная школа, а уже старшие классы, потому что добавилась в биологию история, география. Вот. Поскольку у Ульяны второй, восьмой вид, второй тип, она никакого иностранного языка она не изучала, у нас вот добавились только уроки более такие, ну, биология, история, география, из того, что было ей доступно. Дальше я хочу… Ну, вот такую папку я сделала «Монте-сори», это она ещё в начальной школе занималась в этом классе. Хотя, с другой стороны, можно было… Ну, она у нас служила для того, чтобы Уля могла рассказать дома, что она сегодня выбрала, какое занятие в этом классе она выбирала, и чем она занималась. Потому что, в принципе, в пространстве «Монте-сори» не обязательно нажимать на кнопку, чтобы там что-то там выбирать. Да, я иду, беру, что я хочу, и этим занимаюсь. Или там мне предлагают. Вот. Это такое. Ну, тем не менее, отфотографировали и сделали такую… Вот, например, в нашей папке «Загадки». Здесь я… Здесь мы помещали то, что мне говорила учитель, и я делала вот такие, ну, картинки брала просто из интернета. И так как мы знали, что она уже, ну, читает по типу глобального, глобально, да, слова видит, то я стала добавлять и, ну, просто слова, которые… Просто слова написанные. Вот. Дальше, что тут? Математика вот тут в младших классах у нас были. Как вы видите, опять эти цифры, они у меня достаточно такие, так сказать, ну, не алиповатые, а такие яркие, так много всего, такие шумные, я бы сказала. В старших классах уже я это убрала, потому что она… Ну, то есть такого шума не нужно было. Здесь как-то у нас, ну, некоторым образом мы хотели привлечь к этим цифрам, потому что математика – самый сложный предмет для неё был. Она никогда не могла совершать какие-то… Точнее, не какие-то, а математические действия, если просто вот, ну, то есть по линейке там, да, вот тут один, а если ты прибавишь один, и вот так вот ходить на следующую цифру никогда не получалось. Это было очень сложно. Вот. И, ну, поэтому вот такое количество и цифр пытались привлечь таким цветом. И в старших классах тут я уже тоже добавляла там ёмкости, сантиметр, длина, вы видите, количество. Тоже они у меня взяты из интернета, но, в принципе, сейчас это возможно в банке символов. Есть уже как бы одного типа, да, чтобы не было такой мешанины в символах, которые использует ребёнок, можно уже как бы вот такого из одного поля, так сказать, брать. Дальше, ну, вот тут уже спокойные у нас натуральные числа, это просто по умолчанию. И плюс ещё вот, если видите, я стала добавлять опять же слова, что, чтобы она могла, иногда спрашивали у неё озвучить не число назвать, а именно слово. Вот. И это она у нас использовала. И сейчас я вам покажу ещё... Так, это может попозже, сейчас, одну секунду. Всё, хотела бы вам показать о том, по поводу того, что Ульяне было очень сложно оперировать вот такими простыми, да, сущностями математическими. Я придумала, ей сейчас немножко... Вот там поместила, не помню. А, вот, сейчас я вам покажу нашу математическую... Вот, пожалуйста, разбегаю. Вот, то есть мы пошли другим путём, и в математике я... Ей было понятно, что такое две части, и если две части соединить, то получится целая, и такие карточки я и сделала, с помощью которых она решала на уроках... Это был у нас четвёртый класс, да, заканчивали в начальную школу, и она могла это сделать, и я написала ей некоторые алгоритмы, вот, и она по этим алгоритмам решала... А, да. И, ну, всем казалось, что это как-то очень сложно, но здесь она могла самостоятельно... То есть мы первый раз в четвёртом классе, не мы, а точнее Ульяна самостоятельно первый раз в четвёртом классе решала контроль, ну, там, из пяти примеров. Плюс к тому, обратите внимание, что здесь вот у нас есть вот тут вот такие наклеечки, поскольку нам сказали как-то сразу с первого класса, что в спецпедагоге, что писать она не будет, мне, соответственно, надо было придумать, ну, как же она не будет писать, что же тогда мы будем делать. И я купила вот очень маленькие такие наклеечки, стикеры, да, и на них я писала числа, которые нужны, и выклеивала ей на линейку, чтобы она могла брать нужное число и склеивать ответы. Также мы поступали и с буквами, если это нужно было сделать, и уже, когда она стала оперировать словами, то я купила наклейки такие... Сейчас тут где-то у меня есть... Вот здесь, если вы посмотрите, то чтобы очень быстро клеить, то я купила такие более длинные наклеечки, тоже писала слова, которые нужны, чтобы она могла выбирать и осуществлять, ну, допустим, вот здесь живую-неживую природу, делить, быстро наклеивать. Вот. И сейчас хотел бы вам я показать нашу математику. Вот тут на странице можно посмотреть, если она подчеркивает двумя чертами, то это она складывает две части. Если она одно, значит, одна цифра у нее в кругу, это целая, из которого она будет вычитать часть. Этим мы занимались в пятом, в четвертом классе, и, в принципе, когда ей Наталья Михайловна, наша другая учитель, объяснила эти сущности, ей были понятны. Но когда мы пришли в пятый класс, нам сказали, что вы, конечно, молодцы, но начнем все сначала, будем пересчитывать какие-то веретены и все остальное. И, в общем, такой наш прогресс прогресс некоторым образом остановили. Я еще раз сначала начну. Продолжение следует... Молодец, умница! Ну, вот такое у нас короткое видео, но тут уже ей очень хотелось быть самостоятельной, и она... Ну, мне очень радостно, что у нее это получилось, без каких-то мучений со стороны взрослых. Сейчас опять вернемся с презентацией. Извините, что я вот так туда-сюда отправляю. Доправляю. И дальше... Ну, тут чтение русский язык. Здесь, как вот, вы можете видеть, есть какие-то задания. Я придумывала... Ну, тут просто звучали чу или щу, чтобы она могла выбирать, да, но озвучивая свой выбор в литературе. Здесь вот нам позволяла эта программа. Мы могли загрузить портрет писателя, там увидеть, например, сказки Пушкина и разделить их на такие... Ну, сказки Пушкина, сказка рыбаки и рыбки и папка сказки Пушкина. В ней папка сказка рыбаки и рыбки и вот слова, которые были необходимы к уроку. И здесь я еще поступила таким образом, что Ульяна всегда нажимала, знала, что нажмешь на картинку, она зазвучит. Но я решила сделать иначе. Я картинки сделала, озвучали слова. То есть она нажимает, а картинка не звучит. И приходится искать слово, где же оно написано. Ну, хоть оно тут и рядом, но все равно вот такая... Она даже, ну, так сказать, оценила такой... Посмеялась немного над тем, как мама хитро тут, значит, сделала так, чтобы картинки не звучали. Вот. Это ее не расстроило, повеселило. И вообще как бы я придумывала... Ну, допустим, если ей нужно было рассказать какое-то небольшое стихотворение или там пословицу, я делала так. Я в этих словах читала сразу... Ну, там, например, «Без труда не вынешь и рыбки из пруда». И я ставила цифру 1 и записывала первую строчку, 2, вторую строчку, 3, третью. Поскольку с математикой вот было сложно выстраивать это все по порядку, тут мы тоже некоторым образом тренировались. И если ты поставил неправильно, то пословица будет звучать очень смешно и нелепо. Вот. Поэтому, значит, тренируем порядок цифр и получаем пословицу. Ну, такое некоторое объединение. Ну, вот «Окружающий мир». Здесь у нас тоже он такой. Видите, что представлен тут большое количество папок. У меня получилось уже к моменту. «Магазин, там и звездное небо». Вот, хотела бы вам показать папку «Горные породы». Тоже, когда заходишь в нее, то есть тут еще папочки у нас «Загадки», «Минералы», «Сами горные породы» и «Геолог». И если мы зайдем в папку «Горные породы», то мы тут уже видим гранит, песок. То есть получается так, что я адаптирую тот материал урока, который будет, я делаю его вот в картинках, чтобы Ульяна могла отвечать, что ей понятно, о чем идет речь, и она таким образом участвует в уроке, как-то его пересказывает. И ей очень нравился аметист, и у нас получился с ней такой небольшой рассказ. Вот вы здесь видите, что мы сделали. Здесь уже совместное у нас было творчество в смысле того, что, во-первых, мы рискали картинки, вместе фотографировали. Я хочу рассказать про аметист. Это минерал, самая ценная разновидность кварца. То есть мы читали с ней сначала параграф, и потом оттуда обсуждали, что она хочет поместить. Ну, с помощью и наших, и кулаков, и какого-то выбора, и вопросов, и ответов, и жестовый, жестом показывая. И потом мы каждую эту картинку с ней согласовывали. Так, ты хотела бы, чтобы это было так? Да, это так. Вот тут мы написали, он фиолетового цвета в виде кристаллов. Кристаллы аметистов блестят, как стекло. Мне это очень нравится. Аметист добывают на Урале, выдерживают высокие температуры. Аметист драгоценный камень. Раньше им украшали короны царей иконы. И из него делают ювелирные украшения, бусы, серьги. Тут тоже Ульяна это у нас очень все любит. Поэтому ей очень хотелось как раз увидеть такую картинку, где будут такие женские штучки изображены. С чего у нас начался такой рассказ? Так, простите, пожалуйста. В общем, первый рассказ, который мы написали с ней вместе, это был рассказ «Моя фирма». Точнее, рассказ ее, а мама только исполняла, делая картинки в планшете. Дело в том, что на уроке природоведения, я в каком-то четвертом, по-моему, как раз в классе, учитель попросила, для домашнего задания две темы были даны. Как молоко попадает на стол, и как и моя фирма. Уля выбрала, конечно, мою фирму, и тут уже маме надо было придумывать, мне, то есть как мы это можем как-то оформить, с ней обговорить и проговорить. И вот мы с ней ходили неделю целую. Я знаю, что мы знаем, что она очень любит готовить. Ну, то есть ей это все очень нравится, и поэтому выбирала она между кондитерией и пиццерией. В итоге, конечно, мы остановились на пиццерии, и здесь вот... Сейчас я тоже хотела бы в видео это показать, как у нее пиццерия хорошо. Что там, где люди делают? Ее ответы едят и пьют. А что ты предложишь из еды? Пиццу. А из питья? Напитки. Были даны учителям некоторые вопросы, как это там сфера человеческой деятельности называется. Соответственно, она из этого выбирает сельское хозяйство, промышленное, общественное питание. Она выбирает общественное питание. И тут я ей поясняю, то есть любой человек может прийти, общество. То есть, ну, такой комментарий ей даю. Что ты будешь... Кто там будет готовить? Пекарь и повара. Ну, и мы дальше решили распределить нашу семью всю по должностям нашей пиццерии. И она говорила, что она будет пекарь, и обязательно должен был быть у пекаря колпак. И, в общем, как у нас родились... Такой жанр, да, рассказов в джаб-токе. Вот потом она написала рассказ про аметист. И этот рассказ очень-очень важен был для неё. Она рассказывала везде и всюду. Сажала людей, которых встречала, и в школе родители, которые там ждали своих детей, и ребят на переменах. И, значит, нажимая на кнопки, она показывала, что у неё получилось. И мы представляли эту... Это мы представляли на уроке. Я хочу открыть семейную... Извините, пожалуйста, вы у нас с администратором убежала. Это... Сейчас я хотела поделиться. Я остановлю. Остановлю. Давайте посмотрим. Я хочу открыть семейную пиццерию. Это сфера общественного питания. Хорошо. Буду подавать пиццу в напитки. У меня будут работать два повара. Папа и дедушка Толя. Один пекарь. Это я. Ух ты! Молодец. Дальше. Два официанта. Мама и бабушка Галя. Сначала я найду помещение для пиццерии. Здорово. В нем должна быть вода и газ. Еще мне нужно оборудование для пиццерии. Печь, стол разделочный, бойка и посуда. Для зала стулья, столы, салфетки. У всех работников должна быть форма. Повара и пекать в калфак. Мне нужно составить меню. Тогда я буду знать, какие продукты сельского хозяйства нужно закупить. Их на машине доставит дедушка Кена. Я уверена, получится вкусная пицца. Приходите. Ну, вот такое у нас получилась презентация своей фирмы. И, в общем-то, потом у нас получалось очень разные писать рассказы. Что касается того, что такой жанр у нас появился. И в какой-то момент еще мы, когда Ульяна уже где-то в пятом-шестом классе начала говорить, и мы стали с ней записывать какие-то ее... У нас был рассказ про, где работает мой папа, и там уже последнюю кнопочку она озвучивала сама. Ну, давайте дальше пойдем. Здесь у нас опять же биология. Опять много папок, в которых лежат разные... Ну, по темам распределены. Вот одну из них я вам покажу. Это погода. Здесь уже у нас тоже такие небольшие сообщения о том, что такое погода, атмосферное там давление, из чего это состоит. И если открыть папку «Зачем нужен быстрый и точный прогноз погоды», то у нас тут получаются тоже во вкладке для того, чтобы планировать сельскохозяйственные работы, полеты самолетов, движение транспорта водного, ходить в походы или на какие-то туристические предпринимать походы, чтобы одеться в нужную одежду, ну, быть, соответственно, одетым по погоде и прогнозируют какие-то, ну, явления, ураганы, там, или штормы предупреждают. Здесь вот дальше такая папка у нас «Грибы». По сути, это такая, получается, адаптация того материала, который изложен в уроке. Здесь опять с двух сторон можно посмотреть на это, да. Мы можем готовить это как домашнее задание, в смысле того, что пересказ параграфа, да, и сделать эти картинки, и в совместность с ней она может выбрать картинку, которую она хочет поставить в карточку. Либо, значит, это может быть домашнее задание как пересказ, а может быть с другой стороны, что я готовлю, как я уже говорила, что мне учитель присылает, что нужно подготовить, и я это готовлю. И Ульяна иногда не знает, что там будет лежать, но для этого всегда, как и при общении с ребятами, которые используют альтернативную дополнительную коммуникацию, очень важно давать время на ответ. Если она не знает, что в этих вкладках, соответственно, ей нужно это прослушать. Когда она слышит вопрос, она нажимает все кнопки подряд, чтобы услышать. И вот тут вот мы очень хорошо ждём, потому что человек ориентируется, и дальше она уже даёт тот ответ, который считает правильным, да, с её точки зрения, который является правильным. И это тоже, мне кажется, очень такая хорошая и важная история. Не всегда, ну, такой дать человеку размышления, да, мы все должны о чём-то подумать, что-то увидели первый раз, что-то, что-то. Ну, в общем, это очень такая важная история. Не знаю, почему-то так и для меня в том числе. И в этот момент, ну, видишь, как размышляет человек, и не нужно поспешно делать выводы. Да он просто так на кнопке там жмёт и всё равно ничего не понимает. Дайте человеку шанс. Подождите. И, ну, как правило, вы будете удивлены, потому что мы не ждём какого-то такого, да, чего-то маленького чуда и не даём себе, как сказать, вот это, ну, поверить в человека, что он может больше, чем он может на данный момент показать. И, может быть, в этот момент как раз вот этот родится маленький шаг вперёд, который, ну, вот нам покажет вот это, что развитие идёт, и порадоваться за него, что он может и это делать тоже. Хотя казалось, что ничего там этого не предвещает. Ну, такое у меня полирическое отступление. Вот, соответственно, вот здесь про грибы тоже основные, как бы. Сейчас, ну, вот сюда. Вот, мне кажется, что очень... Пожалуйста. Да. Опять же, там вот, ну, я сейчас очень быстро зачитаю, чтобы было понятно, что я выбираю в качестве, да, в лиственных и хвойных грибах, ой, лесах растут грибы. Грибы тесно связаны с деревьями, тончайшими белыми нитями грибницей. Грибница – основная часть гриба. Да, грибница находится в вершине почвы, скрытой. Да, потом для... Значит, при достаточном количестве влаги и тепла на поверхности вырастает гриб. Из этой грибницы, да, то есть такой процесс, как всё-таки гриб появляется, подрастая, тело гриба состоит из ножки и шляпки. Это шляпочные грибы. Дальше тут они съедобные, несъедобные. Для чего они служат? Корм для зверей и птиц. И вместе с микроорганизмами тут мельчайшие грибы разрушают листья и хвою. Получается такой плодородный слой почвы. Ну и тут про шертовик тоже просили написать. И такие необычные грибы, которые тоже можно рассматривать в лесу или прямо в городской черте. Ну и тут съедобные, несъедобные грибы. Эта вкладка открывается. Соответственно, там уже мы смотрим на грибы, которые съедобные и несъедобные. Здесь вот можно было эту картинку изменить пиктографически, из двух частей составить и есть, и гриб объединить в одну. Это получился бы у нас съедобный гриб, а несъедобные, ядовитые грибы мы могли поставить несъедобное, есть перечеркнутое, и гриб тот, который есть нельзя. Вот такого плана. Сейчас я перескочу. А, нет, хорошо. Вот здесь у нас папка такая по истории. То есть в школе у нас есть папка истории, в ней вот тоже папочки лежат. Здесь правление Екатерины Второй. Это уже тут была у нас очень интересная история вообще с тем, как дело в том, что, ну, как бы, как я вам говорила, мы уже нашли ту обратную связь в какой-то форме выработателей, в том числе и тесты, которые чуть позже тоже вам покажу, как Ульяна. Такую форму обратной связи, тестовую мы выбрали для нее. И в пятый класс, и новый учитель, и урок истории. Я стою с такой папкой, говорю, что вы не волнуйтесь, она там, у нее хорошая память, она там, да, она не разговаривает, но она там, как бы, понимает разные вещи ей доступные. У нас есть та обратная связь. Она может, значит, тесты решать определенным образом. И тут Ульяна, которая стояла рядом, сказала «Мяу!». И учительница от нас отказалась. В общем, как бы, ну, тут с одной стороны хорошо, что она честно сказала, что она работать не будет с таким мяукающим котом, непонятным для нее. И у нас другая учительница появилась. Ну, нет худа без добра. Вот, и, в общем, там уже у нас все, как бы, складывалось. И опять, как показала нам практика, и как мы увидели, она действительно, у нее очень хорошая память. Она запоминает каких-то там полководцев и князей, которые были. И как-то она в этом всем ориентируется. Это тоже для нас было абсолютно неожиданно. Вот, и, ну, рассказ у нас тут, например, вот, получился там про Андрея Рублева. Это уже было домашнее задание. И тоже просто вот от пяти картинок не много, не 25, не 40, не сколько. А вот такой коротенький рассказ, что Андрей Рублев был монахом и писал иконы лучше всех с красками. Там они у него самые золотистые, прозрачные, золотистые. Чудесная икона Троица. И лица добрые, как Ульяна сказала, лица у ангелов добрые. Они смотрят вниз, они вдохновляют нас на добрые дела. Ну, и Андрей Рублев расписывал фресками храма. Такое, вот некоторые основные части нам удалось выделить. И она, и получился такой небольшой рассказ, опять же, который она представила в школе. Ну, здесь я вот хотела вам показать еще что. Каким образом еще я готовилась к уроку. Конечно, невозможно все-все-все-все-все-все темы поместить, приготовить в планшет. Ну, это, может быть, как-то и не надо. И я для себя тоже такие опорные, чтобы рассказать ей тему, побеседовать с ней на тему чего-то, я делала такие для себя опорные зарисовки. Которые мне помогали ей рассказать вкратце, что основное, что-то выделить основное. И поскольку она тоже привыкла уже к пиктограммам и разным, и моим рисункам в том числе, я могла идти по этим своим записям ей рассказывать о, ну, тут, допустим, основные понятия, которые хотел бы учитель, чтобы на этом уроке она запомнила. Вот там река, русло из ледников, исток, да, вытекает, а здесь устья, длина реки, берега, притоки, равнинные, горные. Вот, ну, то есть вот такими, вот такие рисовала для неё вкладочки, ну, как бы конспекты, и рассказывала ей, в том числе показывала. На тот момент, когда, ну, она уже начала говорить, и тоже была для нас большой неожиданностью, и она, соответственно, могла уже не только жестами, но и какими-то словами отвечать на уроках. Ещё такой момент, что, ну, такая некоторая странность в школе, которую я приметила, что учителя как-то не очень, ну, у нас так было, что они как бы не делились, своими знаниями о том, как Ульяна говорила раньше, и что она совсем не говорила раньше. И для учителя географии, например, было очень сложно. Она не понимала, зачем я пишу вот эти все, на некоторые делаю, готовлю эти коммуникативные страницы, да, таблицы для Ульяны на уроке, когда она вполне там принимает её, ну, та речь, которая у меня сейчас идёт, она может ответить одним ёмким словом на вопрос. И, то есть, она вообще не знала о том, что Ульяна когда-то не говорила. И я говорю, понимаете, это был такой способ коммуникации. И для неё это, в общем, было тоже так удивительно. И открытие она когда-то соглашалась, там, слушала, если там про заповедники, ещё что-то надо было рассказать, то мы делали вот эти вкладки в планшете, а где-то она рассказывала без... Так, сейчас я ещё посмотрю, что у меня тут есть. А, ну вот я хотела ещё сейчас про тесты тогда расскажу. Вот, ну, поскольку она не писала и никак ничего не держала, вот у меня придумалось это клеение, я купила ей какие-то задорные в Ашане точечки, клейки продавались. И мы делали так, что, ну, поскольку Ульяна понимает речь, что там я веду и читаю ей, либо учитель читает, а я веду пальцем сам вопрос, потом я веду по ответам, озвучивая ей, и дальше она берёт эту точку и приклеивает на ответ, который считает, что правильный. Вот, и в какой-то момент, ну, потом уже, когда ручка уже лучше держалась в руках, то есть она могла просто закрашивать, закрашивать нужные ответы. Ну, и, соответственно, соответственно, таким образом тоже можно было давать обратную связь. И, ну, в старших классах так вот, в принципе, и многие учителя делали, давали ей такие тестовые задания. Простите, пожалуйста, сейчас я немножко сосредоточусь. И делаю так, я вам покажу сейчас вот наши специалисты тоже про то, как можно адаптировать и как можно коммуницировать в школе. Вот девочка, которая абсолютно учится по общей программе, она очень хорошо сканирует, и она общается с помощью клавиатуры, у неё нет проблем с чтением, да, и письмом. И мама вот для пересказа, тоже такая адаптация, да, материала, для пересказа параграфа, она режет это на мелкие, ну, на какие-то части, да, и дочка её выкладывает поочерёдно, и у неё тоже получается такой стройный рассказ, что, например, вот об этом растении или о махноногом тушкане, то есть тоже такой вариант работы, когда человек хорошо, очень сохранен, и ему доступна письменная речь, в том числе и чтение. Вот, у нас получилось только, ну, кстати говоря, вот эта девочка очень хорошо учится, и с листом отличия закончила четверть, как это называется теперь, я не очень помню. Вот, то есть это тоже такой вариант работы, когда ты набираешь слова, указывая на буквы, да, и мама, она у неё тьютор, и она записывает, за ней очень быстро, она пишет разные весёлые записки, и это помогает ей учиться. Давайте тогда сейчас с вами попробуем, уже у нас остаётся 40 минут, давайте сейчас с вами попробуем приготовиться вот к уроку по истории, я вам предлагаю сделать, так поступить, я вам предложу маленький отрывочек, очень маленький текст, и попробуйте, пожалуйста, на листочке для себя выписать те слова, которые бы вы выделили, выделили для того, чтобы ваш ребёнок и вы вместе с ним могли обсудить ту тему, которая рассматривается в этом тексте, и которая поможет ему на уроках тоже отвечать на вопросы учителя, и уже на уроке обсуждать то, что он понял. Так, сейчас, одну секунду, я должна опять сориентироваться. Это называется и так. Теперь я должна вручиться в Zoom и сделать опять демонстрацию грамм. Если вы не против, конечно, такого, мы с вами попробуем сопоставить, что у нас получается. Поделиться. Да, сейчас получилось. Вот урок истории, это учебник для восьмого, восьмой класс, восьмой вид обучения, и такая маленькая глава «Дворянский быт». Надо ли сделать покрупнее вам, как вы? или это очень сложное у нас задание получается? Можно какой-нибудь дать ответ? Елена Борисовна, вот я вас вижу. Можно к вам обратиться? Вам видно, что написано на этом, да? Давайте попробуем. Но я с компьютера. Я с компьютера, мне видно. Хорошо. Если можно, вы напишите пару или тройку от того, что тех слов, которые вам кажутся пригодились бы для нашего урока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Может, уже есть какие-нибудь слова? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А вот в чате что-то есть. Кавалер, дама, борода. Спасибо, Наталья! Петер первый, дворяне, борода, встреча, ассамблея. Это первый, дворяне, шахматы, оркестр, европейская одежда, нет бороде, кавалер, дамы, танцы, встречи. Да, замечательные слова. Особенно нет бороде. Это очень хорошее сообщение может получиться. Традиционная одежда, предметы одежды. Петер первый, камзол, борода, парик, ассамблея. Ага, замечательно, спасибо огромное. Сейчас, да, фейерверк. Да, всё заканчивается фейерверком. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Позвольте мне представить мою, мои слова и сущности. Я это показываю для, значит, ещё расскажу, как я делаю в программе JobTalk. И должна сразу сказать, что, в принципе, вот этот пример урока, он будет доступен для вас. Я могу им поделиться, и вы сможете посмотреть. В конце есть ссылки на видео, где я этот урок создаю, как я его делаю прямо на планшете, создаю этот урок. Там делюсь некоторыми сущностями и штуками. У меня получились такие сущности. Пётр первый, конечно, потому что он у нас, при нём всё это происходит. Два глагола, которые я выделила, запретил и приказал. И традиционная русская одежда, бороды эти, которые надо брить, европейская одежда, парики, ассамблей, конечно, кавалер-дама, фейерверк и маскарад. Такие у меня слова получились. И дальше, когда я написала вот эти слова, которые у нас с вами вышли, мы можем создавать в нашей программе JobTalk категорию «Управление Петра Первого». Мы в неё зайдём, вы посмотрите, и сделаем название урока, в данном случае «Дворянский быт». И найдём, конечно, красивую картинку, озвучим «Дворянский быт». И внутри этой категории мы можем назвать её папкой. Нам нужно будет создать слова, которые у нас получились. Слова, с помощью которых ребёнок сможет отвечать на вопросы и поговорить с вами и с учителем по этой теме. Первым делом, конечно, кнопка «Пётр Первый». И здесь хочу обратить ваше внимание, что вот здесь как раз нам обязательно нужен соответствующий портрет, но в смысле реальный портрет Петра Первого, потому что это историческая личность, и здесь мы уже какой-то пиктограммой или символом заменить его не можем. Здесь мы выберем Петра Первого, затем добавим две кнопки «Запретил» и «Приказал», и занесём необходимые слова из нашего конспекта. Традиционная одежда, борода, европейская, реки, ассамблеи. Вот для таких более ёмких понятий ассамблея, человеку неизвестная, можно записать голосом комментарий. То есть ассамблеи – это встречи дворя, танцы, игры, разговоры, веселье. То есть вот что они делали на этих ассамблеях, такой некоторый концентрат. Ну, ещё добавим две кнопки. Я бы добавила «Кавалеры» и «Дамы», поскольку в этот момент так называли мужчины и женщины. И вот тоже, как положено в конце ассамблей, «Фейерверк» и «Маскарад». Ну, посмотрите, что у нас получается. Вот у нас такое правление Петра Первого выходит папка. Дальше, если мы её открываем, то мы создаём папочку «Дворянский быт» и дальше заполняем картинками. Здесь я тоже не использовала никаких символов из… На тот момент они мне были не очень доступны, и я подумала, что можно использовать вот такие картинки, которые можно рассмотреть с ребёнком, обсудить. И как вариант работы здесь можно, если создавать вместе с ним эту папку, то он может печатать, подписывать эти картинки, печатать подписи к картинкам. Ещё как один вариант работы. И тут я поставила такой запрет. Приказ у меня нашёлся вот таким образом. Традиционная русская одежда. Ну, тут я написала «Носить бороды». В принципе, конечно, это просто борода, может быть. Вот, европейская одежда. Вот она чуть покрупнее. Фейермерк, маскарад, дама. Ну, соответственно, «Носить парики». Я выделила это. То есть запретил «Носить бороды», но повелел «Носить парики». Эти тоже хорошие истории. Во-первых, картинки Петра I в городе нашем Петербурге можем увидеть и в музеях, и даже на улицах каких-то переодетых актёров. Про это можно как бы размышлять. Где-то можно примерять парики и в этот момент проговорить, что… А помнишь, мы говорили с тобой, при Петре I носили, они были вот такие. Если там в музее, допустим, его увидели, может быть, какой-то парик померить просто безотносительно эпохи, да, чтобы почувствовать, и чтобы ребёнок вот такой через себя, да, такой опыт получил этого всего. Вот. И ещё, конечно, наша программа «Джаб Ток», она такая достаточно… Ну, не то чтобы старая, но уже давно она, как сказать, можно её использовать. Сейчас вот «Симба Ток» очень популярна, так сказать. И здесь я попробовала сделать картинки, которые бы я… Ну, в этой программе у меня получились. Я не нашла… А, кстати, говоря о «Ассамблее», там есть прям вот… Если набрать «Ассамблее» в этой программе, то вот выдвигается такое собрание людей. Ну, по сути, это оно и есть. Но на этом собрании людей, здесь можно сказать, что они танцевали, играли в игры и, в общем-то, веселились. Вот. И здесь, если посмотрите, то парик я тоже выбрала просто как символ, да, не… И дальше, что я хочу вам сказать. Вот. Вот тут вот я тоже пишу, что у нас встаёт вопрос, нужно ли создавать для деталей одежды отдельные слова, да, для русской или европейской, там «каптан», «камзол». Ну, это можно как бы оставить на усмотрение учителя, но если мы решаем добавить эти слова, то их обязательно нужно проиллюстрировать хорошей картинкой, чтобы ребёнок мог чётко различать детали. И здесь я, например, думала, что если бы у моего ребёнка был очень низкий, ну, то есть проблемы со зрением какие-то, да, и вот эти мелкие картинки, как вы видите, они… Ну, они достаточно мелкие, всё равно в планшете получаются, то, может быть, здесь мы бы смотрели с ним на большом экране находили, печатали это слово, находили, рассматривали на большом экране, а потом мама уже там переносит это либо в планшет, либо на доску, либо отставляет несколько ключевых там этих слов, да, и крупные картинки это делают, чтобы человек там мог как-то ими оперировать. Вот. И тут у нас получается, что с помощью приготовленных нами слов, ну, на две части, да, мы можем, что Пётр Первый запретил, и что приказал, не разрешил, а именно приказал, вот, и тут, то есть, опять же, может учитель задавать вопросы, и ребёнок отвечает, ну, кстати, вот, если нет в бороде, то тогда надо сюда поместить, конечно, ну, это можно перейти в базовый словарь, и там показать нет, а здесь в этой вкладке показать борода, если мы хотим поставить такое предложение, да, вот. И, ну, то есть, опять же, на вопрос учителя мы можем отвечать, или мы можем составить короткий рассказ, который у нас получится, да, Пётр Первый запретил традиционную русскую одежду, и бороды приказал европейскую одежду, по реке Ассамблеи. И кавалеры, дамы, маскарад, фейерверки, это, как бы, ну, тоже слова, которые сюда мы отнесём, извините, пожалуйста, тут, и тут, как бы, с одной стороны, не важно, что не всегда подержись соответствовать правильным, да, важно, что ребёнок просто рассуждает, размышляет свои какие-то, рассказывает не обязательно в правильных падежах, но если нам нужна идеальная грамматика, то мы тогда сразу начитываем, договариваемся, допустим, с учителем, что он задаёт там вопросы определённым образом, и мы сразу наговариваем, что там запретил носить традиционную русскую одежду, если это важно для нашей ситуации. И, ну, вот, опять хочу сказать, что можно заранее пройтись с ребёнком по картинкам нового урока ещё дома, а можно сделать так, чтобы он выбрал только, ну, увидел эти картинки только в школе, да, и тут давать ему возможность посмотреть на них, оценить, прослушать, и как-то потом давать свои ответы, вот. И, как сказать, да, у каждого из таких подходов есть свои плюсы и минусы, и, ну, не исключено, что вот как сейчас у нас получилось с вами такие разные, да, слова, которые мы выделили. И, конечно, у ребёнка, ну, тоже может запасть какое-то слово, его обязательно нужно добавить, подобрать там к нему картинку, как-то с этим, ну, как-то проговорить ещё это. А ты знаешь, мне тоже это нравится. А я не подумала, что это можно включить, как интересно ты придумал. Давай обязательно напишем это, и ты сможешь оперировать этим словом. Ну, вот такая вот, я постаралась вам общую схему про подготовки к уроку. Показать, как я это делаю. Вот, ну, и, соответственно, что всегда требуется от учителя, от родителя, конечно, помощь и учителю, и ребёнку налаживание этого контакта. И нам самим нужно понять, чтобы интересного из того материала, который предлагается к изучению, мы бы могли выделить и этим поделиться с ребёнком. Возможно, у него есть, извините, может быть, я повторяюсь, но, возможно, какой-то опыт связанный там, допустим, если там это где-то про реку что-то, да, куда-то мы ходили, ты помнишь, и вот эта река, и мы сегодня говорим про неё, и они, вот эти реки, бывают такие, такие, такие. И, ну, тут вот такой может простраиваться вполне себе разговор. И ещё раз скажу, что вот видео можно будет посмотреть на YouTube-канале Ульянином. Там, кстати, доступные видео, которые мы сегодня смотрели. Может быть, это будет кому-то полезно. Просто мне кажется, что когда есть некоторое количество инструментов, которые можно использовать, то это всегда хорошо. Ещё скажу, что в этой программе мы с Улей создавали кнопки вместе, она могла печатать и потом выбирать картинку, она также могла озвучивать и слышать себя, как она это слово произносит, и это тоже очень интересно. И вот, если какие-то вопросы у вас появятся, то вот тут у меня есть телеграм-канал, он, правда, не очень, я не очень умею его вести, но если какие-то вдруг что-то возникнет, то вы всегда, я готова ответить, можете спросить меня здесь. И называется «Мама, у меня есть свой план», потому что, ну, так вообще большинство моих сообщений, когда меня просят рассказать, ну, они так и называются, «Мама, у меня есть свой план», потому что это Уля сказала мне такие слова после того, как она вот съездила в лагере, когда 10 дней она была на особой смене, и она, вернувшись из лагеря, мы там куда-то пошли, к морю, по-моему, были бабушка, я и Ульяна, и мы когда пришли, чтобы там куда-то расположиться на море, она сказала «Мама, у меня есть свой план», и я поняла, ребёнок вырос, я говорю «Отлично, это очень хорошо, что он у тебя есть», но, да, она ездила одна без нас, и давай только сверим наши планы, и мы разделились, мы пошли с ней, поскольку ей нужна поддержка и помощь, что мы пошли там ближе к морю, бабушка ушла в какие-то дюны лежать, и таким образом мы могли друг к другу в гости ходить, и это как бы прям очень классно и здорово, что она могла это мне сказать, и, ну, в общем, ты видишь, что не то, что у неё всё не напрасно, а вот взрослый человек перед тобой стоит, который размышляет, и вот, и если позволите, у нас уже время заканчивается, но, может быть, вы, не знаю, буквально 15 минут ещё, я не знаю, если вы согласны, я хотела рассказать про наш, про как раз о важности коммуникативного паспорта, и про то, как мне его было достаточно тяжело, ну, не то, что тяжело, а я просто села и написала, потому что как раз Ульяна хотела пойти, должна была поехать в лагерь, и я тут уже никак не могла отвертеться от того, что сложно мне это или нет, потому что это было необходимо, с ней были другие люди, и тут уже я писала, если вам интересно, то я хотела бы рассказать чуть-чуть про него, буквально, просто покажу, как это выглядит, это не, не, секунду, почему это очень важно, когда другие люди с человеком, да, то есть они все-таки должны знать, что будет происходить, она ехала с таким небольшим классом, с другую страну вообще, и с ней были люди, которые ее не очень хорошо знали, и они очень меня попросили, что, да, мы берем вашу девочку, но нам очень нужно знать про нее какие-то важные вещи, которые, чтобы мы смогли с ней прожить эти 10 дней, которые смена предполагала, и тогда у нас такая родилась небольшая вот коммуникативная книжка, как я ее называю, вот она Ульяна, тут Ульяна, здесь я писала такой, ну, короткий такой паспорт, да, как ее зовут, сколько ей лет на тот момент, 14 было, вот здесь какая-то данная, тут я сделала, значит, 10 дней смены, которая, по дням, которая у них была, дальше я разложила, а, да, дальше я разложила, ну, утро, день, вечер, да, что происходило, чтобы ей была понятна последовательность, и некоторые там, вот эмоции добавила, то есть очень небольшая, ну, она такая у нас совсем небольшая получилась, но очень важная, и еще должна сказать, что в этой организации, куда мы ходили, они очень боялись планшетов и звучащих, звучащих, звучащих наших досок, потому что это им было вообще непонятно, и они очень боялись, что она вдруг может что-то такое сказать, а им надо как-то реагировать, поэтому они сказали, ну, вот это ваш печатный вариант, еще куда не шло, мы его согласны взять, чтобы она тоже была спокойна, вот, и вы знаете, в общем, я села и просто написала вот так словами от первого лица, ну, вот так немножко я вам почитаю, это очень быстро, буквально три страницы, речь, я хорошо понимаю речь, я говорю сама, не всегда понятно другим, хорошо отвечаю на вопросы, да и нет, иногда я могу забыть, что сейчас делаю, мне нужно напомнить, часто я отказываюсь сразу от того, что мне предлагают делать, мне проще, если скажут, через 5, 10, 30 минут, мы будем что-то делать, мы пойдем куда-то, со мной можно договориться, мне помогает не волноваться, знание того, что сейчас, а что будет после, мне нужно время, чтобы начать что-либо, я не ем капусту в любом виде, яйца, супы, пюре, жидкую кашу, я просто физически не могу есть такую консистенцию, меня может тошнить, я ем желе, лазанью, печенье, сосиски, я могу показывать жестами свои мысли, в рюкзаке есть банка с пластилином, она помогает мне успокоиться, я люблю и могу ждать, важно хорошо закрыть крышку, чтобы он не высох, я умею плавать, потому что там предполагалось, что они будут ходить на озеро, очень люблю быть в воде, могу плавать хоть час, предупредите меня заранее, сколько минут осталось до конца купания, можно поставить таймер, например, две минуты, сигнал таймера даст мне понять, что время истекло, мне нужны инструкции, будьте спокойны и настойчивы, я буду им следовать, со мной можно договориться, ну такой лейтмотив, всего, когда я спускаюсь по лестнице, мне нужен присмотр, помощь, словами, иногда я забываю, что я сейчас делаю, просто ей нужно напомнить, у Лены ты спускаешься по лестнице, я волнуюсь, если не знаю, что будет дальше, если я думаю, что задание трудное для меня, мне нужна поддержка и время, и напомнить, что делать, мне нужна помощь, когда я одеваюсь и расчесываюсь, напомните мне сходить в туалет, перед выходом занятия, перед поездкой, перед дневным и ночным сном, на ночь мне нужен памперс, я не очень люблю спать в памперсе, могу его рвать, поэтому мама приготовила мне ночной комбинезон на пуговицах, это поможет мне не рвать памперс, с собой у меня есть клеенка и одноразовые пеленки, у меня трудности с движением, поэтому при ходьбе мне нужен ритм, особенно если идти в группе, действительно так, потому что она очень медленно ходит, а если какой-то там стих читать, то она достаточно, ну идет ритмично, я волнуюсь, когда изменяется поверхность, по которой иду, по цвету, перепад высоты, мне нужен присмотр и помощь, иногда я падаю, главное после падения встать и походить, чтобы понять, есть ли проблемы, мне трудно подниматься с пола и с земли, мне нужна помощь, можно поднять со спины из подмышки, сказать, сгибай ноги, толкайся ногами, вырастай, это как бы такие инструкции, не тяните меня за руки, у меня очень подвижные суставы, они легко выпадают, то есть предупредите, это когда он так не встанет, мне трудно стоять на одном месте, у нас действительно была такая проблема, она не могла долго стоять на месте, когда я встаю, мне нужна опора, перейти на колени четвереньки, перейти и потом подойти к опоре, выставить ногу, опираясь руками, толкнуться ногой и встать, если опоры нет рядом, то я должна добраться на нее на четвереньках, потом вырастать, опорой может следить стул, диван, стол, когда я перехожу на колени четвереньки, меня можно ли конька за пояс одежды приподнять. Так у меня получится быстрее. Когда я сижу на стуле и отказываюсь встать, мне можно немного помочь потянуть меня под подмышки. Так немножко потянуть вот здесь. Тогда она встает. Я первый раз в лагере, я первый раз одна без мамы и спасибо, что вы мне помогаете. И это такой вот паспорт у меня получился. И с этой книжечкой я пришла и рассказывала тем помощникам, которые с ней в этот лагерь ездили. Вот такая вот у нас получилась и с другой стороны. То есть вот эти, если вдруг кому-то нужны, я не знаю, те какие-то наши штуки, вот то, что я делаю, программа JobTalk, она позволяет сохранять эти директории и как-то переносить их на другие девайсы. Ну, если вдруг как-то... Ну, в общем, готова как-то поделиться и рассказать и помочь. Может быть, какие-то будут вопросы. И пожалуйста, пожалуйста, ну, мы, еще раз, сейчас, одну секунду, мы не ходили, мы не работали ни с логопедом, от нас как-то все отказывались. И, ну, и в сущности, мы не очень и в обиде от этого. Мне кажется, что вот тот, что мы нашли этот контакт с Ульяной, он не позволил быть такой открытой. И, ну, в общем, вот такая история у нас получилась. Да, спасибо еще раз большое, что провели этот вечер с нами. И, ну, да. Да, и всем желаю вам сил, терпения, потому что мамы могут все. И, ну, и чувство юмора еще очень важно. Потому что вокруг люди разные встречаются. Так что будем верить своих детей и радоваться, что они у нас есть. Радоваться их даже маленьким успехом. И пусть они не будут... Мы не ожидали вот этого такого бонуса, что она будет говорить и так говорить. И, в общем, все возможно. Поэтому, пожалуйста, верьте, любите. Ссылку можно будет? Ссылку, ссылку на Телеграм-канал. Я не нашла Телеграм-канал. Если можно, ссылку. Знаете, я сейчас в наш чат, вебинару в Телеграме сброшу файл, который PDF подготовка к уроку. Вот все, что мы рассказывали. Там будут ссылки на видео и ссылка на Телеграм-канал. Все, тогда спасибо большое. Спасибо нашему менеджеру тоже, который нас сопровождал. Задержали. Хорошо, тогда, в общем, спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Спасибо огромное. До свидания.